Здравствуйте, дорогие зрители. Четвертый день фестиваля The Life. Новые события, новые люди, новые гости в студии Росы Ти. Мы поговорим сегодня об астрологии. Зачем она современному человеку? Какая польза? Поговорим с человеком, который компетентный в этих вопросах. Сегодня в гостях студии Виталий Берник. Рупа, как с вами? Здравствуйте, Рупа. Вот какая реальная польза от астрологии? Почему современному человеку, которому со всех сторон твердят, что наше будущее в наших руках, что посеешь, что и пожнешь, что все зависит от наших усилий, именно вдруг обращаться к астрологу, который будет говорить, может быть, именно просто как-то зомбировать человека? Может, это не надо? Я как раз задавался таким вопросом, и поэтому проект, который мой сайт я веду в интернете, я назвал «Астрология и практика». То есть в этом смысл, что есть теория и есть практическая составляющая, то есть есть наука и то, как мы ее применяем. В этом смысле мой критерий, мой способ вообще жить и как бы практиковать эту профессию, это проверять это знание. Ну, так получилось, наверное, так по судьбе, что всегда спрашивали меня. То есть не как я спрашивал, то есть когда мне задают вопрос, кто ваш учитель, мне трудно сказать, потому что начиная с детского сада спрашивали меня. Поэтому, когда я что-то встречал, что-то узнавал, я всегда старался проверить, в смысле показать себя, что вот кто-то выше, кто-то умнее, и спробовать это знание на практике, что из него получается. И, как правило, судьба посылала мне много таких людей, у которых было чем набраться, с кем поспорить, и в результате много интересных моментов вырисовывалось. Как начиная от йоги, книги перемен, астрологии, джотиш и, наверное, остановиться стоит на джотишу, потому что вот здесь как раз все и соединяется. Есть какой-то способ в нашем сознании соединить то, куда мы устремляемся, что переживаем и какой опыт в результате мы обретаем. Ну вот как этот опыт связан с огромными светилами, которые настолько далеко от нас? Как раз до этого места я дошел. Джотиш в системе вед — это глаза. Если взять наше тело, мы можем упражняться, делать асаны как йога, мы можем заниматься дыханием, медитацией, но чтобы видеть что-то наперед, нам нужна какая-то перспектива. Вот мы сами упираем глаза в землю и не видим дальше следующего шага, поворота. То есть у нас диаметр такой, время планирования один день, неделя и месяц максимум. Мы не можем планировать на год, на десять. У нас нет таких вот как бы инструментов планирования, видения. И астрология как раз это тот метод, который позволяет заглянуть за поворот, заглянуть за десять лет. Вот. И самый такой актуальный инструмент в джотиша, например, как есть такая мудрость — Даша называется. Найсаргийка Даша — это когда каждый человек проходит определенный период опыта. То есть человек рождается, рождается беспомощно. Это тип Луны. Он зависит от матери, он питается молоком. Это все то, что ассоциируется в астрологии с Луной. Ему исполняется два года, и он начинает проявлять характер. Ему нужно завоевывать мир, звучится ходить. Это период Марса. В семь лет начинается период Меркурия. Он должен учиться, постигать знания. У них очень хорошая память в это время. В 14 лет включается Венера. Человеку интересно завязывать отношения. Это самый счастливый, до 26 лет самый счастливый период — Венера. Так оно и есть. Малое счастье в жизни человека. Дальше — период социализации, период Юпитера. Вот. То есть мы завязываем связи, пускаем корни, строим дом. Человек получает репутацию и вес в обществе. Вот. И таким образом появляется у него действительно какая-то солидность Юпитера. И в 50 лет, наконец, созревает Солнце. То есть человек действительно становится ответственным. Это почему… В 50 лет? Да, в 50 лет созревает Солнце. То есть до 50 лет шансов на какую сосредоточенность… Да, это один момент, почему Санясу рекомендовали принимать после 50 лет. Потому что это все преждевременно. Душа еще не созрела, то есть личность. Вот. И после 70 лет вот включается Сатурн, где уже реально житейская мудрость. Человек все познал, все испытал. И это не просто какие-то слова, это в нем отложилось каким-то опытом. Вот. И эти периоды каждый человек проходит. Это не какая-то фантастика в этом… Спросите любого 70-летнего человека, он действительно прошел эти фазы. Вот. Точно так же существуют десятки и десятки даш. И в каждом заключена какая-то мудрость. Есть мудрость Венеры, есть мудрость созревания Юпитера. То есть это самая распространенная Даша – Шотаря, Шотаря Даша. Есть Нарайана Даша. То есть как мы вовне проживаем эту жизнь. То есть каждый период соответствует какое-то направлению наше, где у нас реализовывает это потенциальное направление. То есть это имеет как бы определенный момент во времени. Точно так же, как любая наша мысль и слово, оно должно прозвучать. Но когда, только когда они встраиваются в предложение, встраиваются в согласованную какую-то структуру, тогда они обретают смысл. В этом как бы польза в том, чтобы узнать свою карту, свою уникальность именно в том, чтобы понять, а какой же смысл я несу в мир. Какой смысл всего этого. Да. И это действительно то, что есть. Потому что это не вопрос какого-то зомбирования. То есть буквально, если… Ну, конечно, астрологи используют и в таких целях, в целях наживы. Но реально это… Никакой пользы для кармы в этом нет. Ну, астрология – это фатальность. Это уже вот… Ну, если ты заглянул за тот же поворот, и там тебе говорят, ну, у тебя там все будет плохо или все будет хорошо. Кто-то может опустить руки, потому что будет все… Ну, ничего хорошего ждать не остается. А кто-то скажет, и так у меня все будет хорошо. Да, есть разные случаи. Бывают фатальные гороскопы, бывают свободные те люди, которые имеют свободу. Ну, это можно поменять, если он фатальный? Если фатальный, это поменять очень сложно. Тут как бы можно перевернуть на другую сторону. Вот. Но поменять кардинально нельзя. То есть можно испытать как-то, облегчить, можно как-то… Ну, например, те же самые мантры, самые мощные средства, яги, мантры, когда в них человек находит смысл. Ну, допустим, ну, самый элементарный пример. Человеку суждено, вот, предсказали через год, там, смерть. Ну, такое бывает, хотя это не совсем, скажем так, корректно. Но это и ведическая история. Угу. О том, как двум людям, братьям, предсказали смерть в один и тот же день, через год. Вот. И один из них загрустил, начал прожигать свою жизнь, наслаждаться, в общем, своим ресурсом. А другой понял, что остался всего лишь год, надо же делать что-то стоящее в жизни. Вот. И начал, там, заниматься благотворительностью, помогать людям. И через год, когда они пришли к этой же точке, хотя они были родные братья, и гороскоп у них, собственно, был одинаковый. Вот. Но пришли они с разными результатами. Один отправился, образно говоря, в ад, а другой – на небеса. Угу. Вот. То есть эффект будет разным. Да. А в каких, часто всего, ситуациях пользуются услугами астрологи? Чем может помочь астролог вот в бытовой жизни? Вот человек узнал вообще свой гороскоп, свое предназначение. Ну, помимо этого, вот, например, я звоню вот к вам или там еще к друзьям где-то там раз в месяц. Ну, я, как правило, звоню узнать о каких-то своих сотрудниках. С какими еще вопросами обращаются, Виталий? Ну, чаще всего это подобрать удачное время. Вот. Для чего-то. Потому что, когда люди рискуют какими-то финансами, во что-то вкладываются, это поневоле ищется, где бы положить соломки, где бы обеспечить гарантии. Вот. И в какой-то мере это видно. То есть на момент задания вопроса видно продолжение этого вопроса. То есть будет ли он толк или какой. Ну, это как бы бытовой момент. Ну, если бы я как бы посоветовал кому-то извлечь наибольшую пользу, с гороскопа я бы посоветовал этот способ проживать свою жизнь. Потому что ложное эго, оно точно так же видно в гороскопе. То есть те незаполненные участки, которые заполняют нас, нашу ауру и другие люди, это те же вдохновения, которые мы испытываем, но они не наши. Это мысли, которые входят в нашу голову, но они не являются продуктом нашего ума. Это те эмоции, которые мы ощущаем, но которые нам не нужны. Вот. И в результате мы проживаем жизнь не совсем свою. Точно так же, когда мы знаем свою карту и свои истинные авторитеты, тогда мы можем в ситуации видеть, какой человек наш, какая ситуация наша. Вот. Не отвлекаться, не растрачиваться. Не набив шишек. То есть мы уже заранее... Не растрачивать свою энергию. Иногда полезно бывает даже набивать шишки. Вот это опыт, который не отнимешь. Но ресурс, энергия, вот то, что невосполним. Потому что есть разные люди. И в уникальности, как Кришна Бадгития говорит, что есть четыре типа людей. Это действительно даже на физиологическом уровне есть четыре группы крови. И это физиологически они разные решения принимают. Есть люди энергетики. То есть у которых есть драйв, есть волна по жизни, которая их несет, которые откликаются. Есть люди, которые ментальные, живут своим разумом, планируют. Есть люди эмоциональные, есть люди интуитивные. Они по-разному принимают решения. И даже когда в гороскопе видно какая-то ситуация, трактовать для разных типов людей, это совершенно по-разному. Я чаще всего к вам обращаюсь для того, чтобы узнать характер и способности своих сотрудников. Как будущих, так и настоящих. Часто я обращался, когда у меня были какие-то вопросы по поводу будущих партнеров бизнеса. То есть иногда обращался, когда хотел узнать какие-то задатки у каких-то девушек, которых я рассматривал в свое время как возможных супруг. Иногда просто люди уже после образования брака, они делают гороскопы и понимают, что они малосовместимы. Они понимают в чем именно причина их каких-то вот жизненных именно семейных негораздов. Это вот можно как-то нейтрализовать или это уже, ну, если этот человек узнал уже после того, как уже брак совершен? Ну, многое исправляет момент осознания. То есть когда люди понимают, опять же, свою природу, понимают природу партнера, здесь вырисовывается понимание, как можно взаимодействовать оптимально. То есть если один человек интуитивный, а другой эмоциональный, они могут, если принимают они друг друга, они хорошо дополняют. Точно так же, как человек разумный, человек энергетик, который имеет драйв по жизни, точно так же они друг друга могут дополнять. Но здесь каждый должен просто исполнять свою роль. То есть даже сравнительно плохо совместимые люди могут сотрудничать, если они принимают друг друга. Это, кстати, очень такой важный момент в любой синастре. Потому что даже если хорошая совместимость чисто по планетам, но люди как бы не принимают друг друга, а используют, вот тогда могут быть проблемы. Потому что и проблемы даже гармоничные хуже, потому что они не очень давят. Не очень давят, и люди могут реально жить с друг другом и терпеть друг друга, но они не проживают именно свою жизнь тогда. А когда кто-то будет подбирать, например, бизнес-команду, вот как лучше подбирать всех как один воин, с одинаковыми качествами, чтобы они были единой массой? Или все-таки это должна быть разношерстная публика, каждый со своими талантами и способностями? Все зависит от намерения. То есть намерение того, кто начинает. Вот в момент начинания кто бросает клич, у чья идея. Вот эта идея, она организует все остальное. Это как звук трубы, он как бы горно зовет. Вырисовывается сразу какое-то действие, подбираются исполнители. То есть если в обычной жизни все спонтанно и все как получилось, так и получилось, то если мы пытаемся использовать разум, то нам надо просто представлять, а что мы хотим получить в итоге. И тогда вот можно действительно подобрать людей как детали, механизмы и собрать какую-то рабочую схему. Действительно это так, чтобы кто-то зажигал, кто-то был двигателем, кто-то был мозговым центром, кто-то был координатором. Тогда структура вырисовывается. Я когда первый раз попал к астрологу, это было еще очень-очень давно, лет больше 15 назад, я просто зашел к человеку, он там что-то набрал, какие-то мои даты, нажал на кнопочку, принтер распечатал какие-то бумажки, и я вот просчитал просто какие-то, ну вообще ничего не говорящие, фразы там составленные компьютером или просто вложенные туда. Потом, когда я попал к другому человеку, он вообще ничего не распечатал, то есть он уже трактовал именно, исходя из этой, он как бы погружался в определенное состояние и получал вот информацию конкретно на меня. Вот как оно должно быть на самом деле именно? Должен ли астролог быть определенным проводником, то есть передатчиком? Да, это всегда какой-то проводник, потому что, ну я по себе знаю, что ко мне приходит вот определенный тип людей, это я их хорошо знаю, вот это, знаешь, что мой тип. Вот к какому-то другому человеку приходит другой тип людей. И это не случайно, потому что астролог тоже человек, он проходит по жизни какой-то опыт и таким образом выступает аккумулятором этого своего специфического опыта, своей волны по жизни. И к нему притягиваются такие же люди, которые нуждаются в том, чтобы он объяснил им свой этот опыт. Вот это его волна. Конечно, могут быть люди-универсалы, которые могут трактовать любые, скажем так, случаи, но, как правило, качество от этого падает. То есть нельзя быть сильным везде. А астрология – это призвание или этому можно научить любого? И призвание, и можно научиться. Почему? Потому что есть действительно в карте какие-то показатели на астрологах, что человек может быть астрологом. Но этому надо учиться. Потому что это действительно наука, и, как всякая наука, есть и проверка, и определенная практика нужна, чтобы человек нарабатывал опыта. Ну, совершенно немного таких людей, которые бы могли просто взять, прочитать, узнать и сразу уже консультировать. Как правило, между моментом узнавания, обучения происходит там 5-7 лет, прежде чем человек станет профессионалом. Один раз у гработного астролога меня удивил такой момент. Человек меня видел первый раз. Я вообще пришел просто за компанию со своим товарищем. И он взял карту быстренько на меня. И так рассказывая, там, третьим еще предложим. Слушай, у тебя сейчас, говорит, вообще должны быть проблемы с дыхательной системой. И я вспомнил сразу, что я всю ночь кашлял, именно, покупавшись в холодном море. Мне, как казалось, это была причина именно. То есть, хотя это редко у меня бывает. Действительно, у меня болел бронхит какой-то был. Насколько знания астрологии могут помочь нашему именно поддержанию здоровья? Насколько они показывают вообще вот наши какие-то задатки на быть больным или здоровым? Ну, это точно так же, как сделать рентген или УЗИ. То есть, это узнать картину. То есть, это метод гиагностики. Когда мы видим причины, какие-то планеты, понимаем сразу, какого рода эта проблема и с какими органами связана. Ну, это тоже такая тема. Скажем так, если врач изучает астрологию, он бы сказал больше, чем я. Да, поскольку я и не врач. И для меня медицинская астрология является приложением. Здесь я не специалист. Но вот люди, которые занимаются и совмещают это именно с астрологией, действительно могут как бы очень хорошо освещать эту тему. Даже, например, китайская астрология, там есть такая схема УСИН по пяти элементам. И это в течение дня каждый орган активизируется в течение двух часов. Это именно та тема, которая звучит. То есть, человек может почувствовать свой орган, влияние на этот орган будет самым оптимальным. Вот. Это, кстати, признак того, что когда день, луна проходит по этому знаку, который соответствует органу, не пригоден для каких-то операций. То есть, он уязвим. И с другой стороны, тот же опытный человек, врач, да, он по этому ритму, по этому графику дежурства органов может судить. А, если у вас бессонница, значит, у вас проблемы с каналом легких, да, именно в такое время. А если вы засыпаете, наоборот, днем, вот, так у вас перекрывается такой-то канал. То есть, он уже может судить, где есть какой-то, ну, как, энергетический запор, вот так вот, каким образом. Что, с каким каналом надо что делать. То есть, опять, это такая, ну, тема профессионализма. То есть, изучение не на данной сферы. Потому что есть другие астрологи, которые изучают экономику. Вот, они играют на бирже, ставят какие-то акции, изучают, ставят какие-то прогнозы. И, так или иначе, зарабатывают. А спорт прогноз? И спорт прогноз тоже есть, такие спортивные комментарии. То есть, на каждой теме надо специализироваться, чтобы быть в этом специалистом. Я помню, вы меня сильно именно вот удивили, когда были вот события в Украине. И они были в самом начале. И вот вы мне сказали, что вот 20-х, начале 20-х числа февраля будет именно какая-то развязка. И как раз 21-го, 22-го было очень много погибших на Майдане. То есть, что это? Это было... Планеты создали такие обстоятельства, чтобы вот люди вылили свою агрессию именно. Вот почему вот это произошло? Какая связь была вот с небесными светилами в этих трагических событиях? Связь была очень сильная. Там вырисовался такой большой квадрат, называется такая фигура. Вот из дальних планет. Урана, Плутона, Сатурна и Юпитера. То есть, все эти высшие планеты, они как бы задают ритмы нашему обществу, человечеству. Именно социально. То есть, Сатурн и Юпитер, это вообще две планеты, которые как бы определяют, какой будет год. Именно с этим циклом связаны характеристики восточного гороскопа. И в тот год, когда они в напряженной ситуации, то есть это образно, между ними 90 угловых градусов, тогда этот год можно считать неудачным. То есть, он проявляет больше проблемы, конфликты, распад связей каких-то. В общем, как коса находит на камень. То есть, кстати, 16-й вот этот год тоже относится к таким. Вот. И тогда вырослась такая уникальная ситуация, когда все эти четыре планеты сошлись в одну фигуру квадрат с точностью градус в градус. И это такая конфигурация не повторялась вообще вот за период наблюдения астролога, вообще на протяжении последних двух тысяч лет. Поэтому это был момент очень напряженный, что еще так мягко это разрешилось, это еще и удивительно. Очень похожий момент был где-то в XI веке. Это тогда была эпоха средневековых походов, крестовых походов на крестоновцев, на Ближний Восток. И вот с этим крестом они закончились. То есть, сразу можно было предсказывать большие перемены. То есть, куда-то в какое-то новое русло это все поворачивает. То есть, это было однозначно. Так как эта позиция проявилась по Украине, можно было однозначно сказать, что курс Украины изменится, правительство изменится. И что это будет достаточно болезненно и громко. И так как это было время Майдана, аспекты только сходились, было ясно, что это ничем хорошим не закончится. Вот примерно таким образом можно как бы просто по ходу планет прогнозировать, зная ситуацию, прогнозировать ее исход. Ну и что нас вот ждет в будущем? Когда вот будет какой-то перемог? Ну есть еще одно испытание касательно этого года, опять же ноябрь-декабрь. Вот тогда еще в начале семнадцатого года будет затмение на луне Украины, того гороскопа, который мы называем Украиной гороскопом независимости девяносто первого года. То есть и вероятно еще одни потрясения, которые так или иначе подгонят нас в какую-то сторону. Можно ожидать смены правительства однозначно, то есть смены парламента, так как это уже прогнозируются выборы. Но заодно и смена президента. Ну это так вот, скажем так, вероятность 50 на 50, но вероятность хорошего развития событий варианта немного. Потому что выход как бы позитивный, он вырисовывается где-то к концу семнадцатого года только. Я у многих своих друзей и знакомых вижу астрологические календари. Там где с датами написано, какой лунный день, какой солнечный. Насколько это может помочь в каких-то бытовых потребностях современного человека? Это может помочь, если вы достаточно чувствительны, чтобы чувствовать ауру дня. Например, сегодня такой день, когда есть влияние Нептуна, тонких материй, астральных тел. То есть люди становятся чувствительны к каким-то влияниям. Ну вот, допустим, к вибрациям, к каким-то музыке, к каким-то высоким состояниям. Вот это действительно подходящая тема. Это можно почувствовать очень глубоко. А есть другие дни, когда полезно подсуетиться, полезно быть в движении. То есть это, в принципе, инь-янь. То есть когда удобнее дышать, вдох или на выдох, когда делать усилия или когда отдыхать. Ну, определенное настроение, оно как бы может попасть в резонанс. Но пользу от этого, еще раз повторю, это насколько мы сами можем быть чувствительны. А что бы вы порекомендовали людям, которые вот уже на себе ощутили то, что астрология работает? Ну, хотели бы как-то свои знания углубить чуть больше, чем просто там знания лунного дня. С чего начинать? Ну, можно начинать с виртуальных уроков, благо интернет это предоставляет. Поэтому у меня есть на сайте школы астрологии отделение и некоторые бесплатные уроки, которые позволят понять вибрации планет, что такое дома гороскопа, как построить астрологическую карту и разобраться в себе. То есть самый лучший опыт, который мы приобретаем сами. И потом уже тогда станет понятно. Хорошо. Спасибо. У нас в гостях был Виталий Бердник, специалист по астрологии. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это был Север topic!